Особое мнение В комментарии все приветствуются, так что, пожалуйста, берите телефоны в руки и вперед. Ну, начнем мы с исчезновения Владимира Владимировича Путина. Наверное, это звучит, может быть, более серьезно, чем это есть на самом деле. Но действительно, на ближайшие недели президент отменил свои рабочие поездки. Никаких мероприятий с участием прессы тоже проводиться не будет. Мы помним, что Путин вот так вот исчезал уже неоднократно. Последний раз практически на две недели. Это было где-то полтора года назад. Как вы считаете, все-таки, почему Путин так берет и исчезает? Почему не берет и идет в отпуск? Говорит, я устал. Хочу отдохнуть, погудить рыбу. Вот я бы понял прекрасно это. Я не думаю, что он уходит в отпуск. Когда он уходит в отпуск, это всем известно. И наоборот, даже пиарится. Показывают ту щуку, которую он поймал. Или того журавля, с которым он взлетал к облакам. Нет, я думаю, что такого рода исчезновения ничего таинственного в себе не несут. Ну, 90% случаев это означает болезнь. Ну, Путин уже не молодой человек, ему 64 года. Естественно, время от времени может заболеть. И пиарить здесь, естественно, нечего. Наоборот, в таких случаях, особенно когда имидж у президента Моложавого и Бодрого... Мачо. Да, Мачо. Пытаются эти вещи как-то... Ну, не то, чтобы замолчать, но не акцентировать на этом внимание. Ну, отменил поездки и отменил. Так что, думаю, что время от времени такие болезни случаются. С любым человеком, тем более с немолодым. Дальше это будет чаще происходить. Будет, как у Ельцина в свое время, там, работа с документами. Помните, когда Естерджемский, будучи пресс-секретарем Ельцина, объяснял, что Ельцин напряженно работает в тот момент, когда Борис Николаевич довольно тяжело болел. Такие вещи у любого стоящего лидера происходят, с этим ничего не поделаешь. То есть, объяснять то, что Путин болен, нам никто не будет, я правильно понимаю? Ну, я думаю, какое-то время не будет. Ну, там, не знаю, после того, как он переизберется в 2018 году, когда ему, там, уже будет где-нибудь ближе к 70-ти. Ну, наверное, будут... Наверное, да, потому что, ну, там, если человеку ближе к 70-ти, то уже бывают болезни, когда недели не ограничишься, когда, там, на месяц человек выпадает. Это естественный процесс. А это вообще сгодят по рейтингу Путина, если он внезапно начнет болеть? Путин очень качественно работает с рейтингом. Вообще, вопрос о том, что нужен новый рейтинг, нужен новый бренд для торговой марки Путин, Владимир Владимирович, он же возникал где-то еще года 4 назад, вот через 60 лет переваливал человек. Ясно было, что надо вот что-то принципиально новое. И, в принципе, акцентирование внимания на мачо, на моложавость уже не делается. Новый бренд Путина – это спаситель Отечества. Вокруг враги он от всех спасает. Даже пожилой человек, который мало передвигается и нечасто проявляется на публике, может быть спасителем Отечества. Так что вопрос в том, как правильно строить бренд. Такой политтехнологический вопрос. Понятно, что при общих, при прочих равных условиях, человек, которому будет 70, не может быть столь популярен, как человек, которому 40 с чем-то, вот когда Путин только становился президентом. Но, в целом, такого рода вещи нужно как-то смягчать. Ну, хорошо. Я думаю, что здоровья мы в любом случае желаем всем людям, правда? Конечно. Так что пусть там Путин отдыхает. Но, тем временем, у нас продолжает отдыхать, если так можно сказать, Никита Белых, которого оставили под стражей до 24 августа. Он будет находиться. Никакие поручительства известных людей, ни предложения о залоге в какую-то огромную сумму, в 28 миллионов. Никита Белых ничего судью не убедила в том, что Белых надо оставить дома, не держать в СИЗО. Как думаете, вообще почему? Ну, почему бы его взять и не отпустить? Ну, пусть посидит дома по домашним арестам. Ну, с точки зрения правовой, действительно, смысла никакого нет. Мы помним, что Васильева, которая, ну, более так явно была замешана во всяких коррупционных делах, по Белыху пока еще все очень неопределенно, Васильева спокойно сидела дома под подписку. Обычно ведь не выпускают тех людей, которые могут реально сбежать, скрыться. Ну, речь идет о реальных уголовниках, которые вообще могут годами где-то скрываться в подполье. Речь идет о тех людях, которые могут легко уехать за границу и там скрыться. В данном случае, конечно, очевидно, что Белых не будет скрываться в подполье от правосудия годами. И за границу так просто невозможно уехать, потому что у нас границы довольно жестко перекрываются. Конечно, можно было бы отпустить. Ну, я думаю, что здесь речь идет о каких-то очень индивидуальных моментах. У Белыха много врагов. Вот решили трамбовать по полу. А кто? Кто его враги? Ну, когда человек достигает таких высот, как губернаторский пост, врагов всегда много. Мы персонально их не знаем, но, понятно, они есть. Кто-то претендовал на этот пост мест для него, потом есть враги его патрона. Вообще, вот надо ведь помнить, что Белыха назначал Медведев, который сейчас вот сидит тише воды ниже травы. И держится. Да, и не защищает, естественно, не встревает в этот конфликт. То есть, дело Белыха, в принципе, может быть так или иначе связано с разборками на более высоком уровне между Медведевым и другими башнями Кремля. Так что врагов хватает и решили довольно жестко с ним обойтись. Но вообще, конечно, история загадочная, потому что если это действительно все так, как было, если Никита Белых брал взятку подобным образом, то это, конечно, выглядит предельно странно. После всего, что мы уже много лет знаем о том, как деньги скидываются в офшор, и можно вообще не трогать никакие взятки руками. Существует масса нормальных, в кавычках, конечно, юридических способов скрывать миллионные, миллиардные взятки за границей практически не подставляя себя. То есть, что такой опытный человек просто вот брал деньги руками и оставлял следы фосфорицирующие на своих руках, это, конечно, очень странно выглядит. Как Вы вообще считаете, чем закончится дело Белых? Ну, предсказывать такие вещи практически невозможно. Я думаю, что, опять-таки, это зависит от каких-то договоренностей, от каких-то компромиссов. Я думаю, что сейчас никто не знает, чем закончится дело Белых, ни в Следственном комитете, ни... Ну, то есть, думаете, что какой-то команды посадить не было с самого верха? Вот, я говорю, что дело загадочное. В общем, по большому счету, непонятно, что там происходит. Ну, вот, в принципе, гипотезы могут быть какие. Ну, одна гипотеза, что действительно взял взятку, причем так глупо, что... Подставился. Подставился, да. Вторая гипотеза в том, что освобождают область под другого губернатора, который будет представлять какие-то влиятельные финансовые группы. Ну, непонятно, вроде, область, не золотое дно, в отличие от Коми или Сахалина, которые недавно освобождали таким же образом. Там, третий вариант, это вот разборки на более высоком уровне, там, между Медведевым и Кентом. Ну, тоже не вполне понятно, есть ли в этом какой-то политический смысл. Вот, в зависимости от того, что там на самом деле происходит, дальше будет вестись какой-то торг, и торг чем-то закончится. Так что предсказывать я не берусь. А вы верите вот этой версии, которую озвучивает защита Белых, о том, что он брал эти деньги для области? В принципе, это возможно, конечно. То есть, одно из объяснений таких глупых действий, что человек брал не для себя, а для развития города, на строительство церкви, или о чем там шла речь, и ему в голову не пришло, что это может расприниматься как взятка. Ну, конечно, если это действительно так, то это свидетельствует о том, что странные мысли в голове у губернатора Белыха, в общем, надо быть взрослее. Ну, повторяю, если это действительно так. Вообще, такого рода действия, неформальное финансирование различных проектов, России очень свойственно сегодня. Давайте вспомним недавнее дело Ралдугина. Ну, уголовного дела не было, а вот все эти журналисты... Ну, скандал это расследование, да. Ведь у виолончелисты Ралдугина обнаружились огромные деньги в офшорах. Несоизмеримые по масштабу с тем, что взял Белых. Намного больше. Схемы были выявлены, как ни с того, ни с сего ему отчисляют деньги крупные компании. Просто дарят практически. И главный аргумент за то, что Ралдугин честный человек, несмотря на то, что вот такие деньги почему-то ему дарили, был такой. Так он же эти деньги им для себя использует. Он поддерживает культуру. Он финансирует развитие музыки. Правильно, что ему деньги дают. Это очень хорошо. Это развитие нашего общества. По сути дела, Белых делает то же самое, если верить его не путесь. То есть, он просто взял деньги для того, чтобы вложить во что-то. Там, в строительство церкви или во что-то еще в городе Киеве. Но Ралдугин герой, а Белых по-фельскому. Вот такие вот двойные стандарты у нас сегодня. Но может быть просто вопрос в том, что денег действительно намного меньше. Были бы там миллиарды в валюте. И может быть и Белых бы тоже был героем. Нет, мне кажется, что скорее дело в том, для каких целей реально используются эти деньги. С кем дружит господин Ралдугин и с кем дружит господин Белых. Или с кем не дружит господин Белых. Вот какие-то такие моменты. Очень персонально. Некоторым у нас в стране разрешают собрать любые деньги. Некоторым не разрешают собрать никаких. Хорошо, поехали дальше. Я напомню, что у нас есть номер ДСМС. Плюс семь девятьсот двадцать один девятьсот семьдесят двадцать 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 сорок. Можно задавать вопросы. Вот они приходят. Например, Вика спрашивает, правда ли, что тарифы на сотовую связь могут подорожать. Я так понимаю, что Вика связывает свой вопрос с вот этим вот антитеррористическим пакетом имени небезызвестного депутата Яровой. Ну, то, что согласно законам экономики сотовая связь должна подорожать, это точно. Если эти компании облагают огромными дополнительными расходами, то есть им надо тратиться на то, чтобы держать полгода, если я правильно помню, всю эту информацию огромную о наших коммуникациях. Да. Ну, бесплатно это сделать невозможно. Ну, невозможно, это не бывает. Кто-то за это должен заплатить. Либо государство тогда должно срочно из бюджета оказать огромную спонсорскую помощь этим компаниям, чего, понятно, никогда не будет. Либо они это должны делать за свой счет. А за свой счет они, если за счет прибыли, то они просто обанкротятся и закроются. Значит, это придется вкладывать в тарифы. Причем, поскольку это касается всех компаний, то они не будут бояться повышать тарифы в связи с проблемами конкуренции, поскольку все одновременно должны будут эти тарифы поднять. Так что, конечно, дороже будет. Но насколько это сказать, трудно. Естественно, компании говорят, что это ужас, ужас, ужас. Независимые эксперты говорят, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. Ну, что получится на деле, это мы выясним, когда закон начнет действовать. Конечно, в целом, более безумного мероприятия в условиях экономического кризиса, чем обложить такими идиотскими расходами крупные компании, придумать было невозможно. Но ведь это же ударит по людям. Это же ударит по людям, причем по всем. Все-таки мобильной связью сейчас пользуются, наверное, 99% жителей России. Мне почему-то кажется, что Яровой это не волнует. Вот насколько я знаю, деятельность политика Яровой, но ее не волнует. Яровой это может не волновать, но это должно волновать кого-то там повыше, наверное, в Кребле, в кабинете министров. Ну, потому что народ явно будет недоволен, если связь вырастет в три раза. Вот я не знаю, сейчас эти стандартные пакеты у всех операторов примерно одно и то же. Это там 400 минут разговора, 400 рублей. Ну, это, конечно, зависит от того, какой это оператор. Плюс там у тебя интернет и бесплатные смс-ки. Если это вырастает с 400 рублей в месяц до 1200 рублей в месяц, это, в общем-то, довольно серьезное увеличение стоимости. Люди будут недовольны. Будут знать, что это закон, который провела наша власть, партия «Единая Россия». Люди обычно считают несколько по-другому. Насчет этих законов знаем мы с вами и наши слушатели. Ну, в целом, там, процентов 10 населения, может быть, в этом разбирается. Я думаю, что опросов еще не было, но, может быть, кто-то приведет опрос на этот счет. Вряд ли люди четко понимают, что такое закон Яровой. Основная масса будет думать, что это виноватая компания. Эти самые «Мегафон», «МТС», «Белайн». Но ведь они же зададутся вопросом, люди, когда произойдет повышение. Нет. Они придут в салон, в «Мегафон», или в «МТС», или куда угодно, и спросят, почему я должен платить в три раза дороже. Ему сотрудники объяснят. Ну, я не думаю, что прям огромная масса туда пойдет. Потом, ну, сотрудники, это уже довольно сложный разговор. Сотрудники там начнут что-то объяснять. Человек скажет, да вы буржуи там не переваливайте. А кто такая Яровая, я вообще не знаю. Что такое Государственная Дума, я вообще не знаю. У основной массы населения такие сложные вещи вообще в голове не увязываются между собой. И потом, я время от времени не вижу, как происходят диалоги сотрудников с клиентами в этих салонах, когда захожу положить деньги на счет. Эти компании вообще особо не беспокоятся о своих клиентах. Там такая ругань идет. Ты такой, да ты сам такой, да ты такой клиент, да ты такая компания. В общем, ну, будет больше руганий еще просто по этому поводу. Люди еще хуже будут относиться к компаниям, которым, в общем, многие и так относятся плохо. Ладно, поехали дальше. Заморозить расходы бюджета на три года предлагает Министерство финансов. Расходы бюджета должны им будут сохраняться на уровне 15,78 триллиона рублей в год. Ну, то есть, практически 16 триллионов рублей. Вот такие расходы рассчитывать бюджет предлагают в ближайшие три года, исходя из цены на нефть в 40 долларов за баррель. Как вы считаете, это верный шаг, неверный? Зачем это вообще замораживать расходы? Это фактически вынужденный шаг. Конечно, ничего хорошего в замораживании номинальных расходов нет, особенно с учетом того, что я подчеркиваю. Это замораживание номинальных расходов. То есть, реально это означает, что расходы будут падать. Почему? Потому что инфляция у нас нулевой точно не будет. В самом лучшем случае, уж там процентов 5-6-7 в год она будет. И это означает, что на эту величину расходы будут обесцениваться каждый год. То есть, мы будем жить все беднее и беднее. Те, кто получают деньги из бюджета. Но, фактически, этот вопрос уже не дискуссионный. Это просто констатация того, что в бюджете нет денег. Альтернатив, собственно, нет. Ну, альтернатива какая? Можно поднять налоги. Ну, это еще хуже. Поднимать налоги на бизнес в ситуации, когда мы просим бизнес как-то начать работать и выйти из кризиса. Ну, это безумие. Это просто давить еще больше нашу экономику. Второе, это увеличивать заимствование. Но это и так происходит. Мы и так уже влезаем в займы и внутренние, и зарубежные. Но мы влезаем в них все-таки как-то умеренно. И это вынуждает сокращать расходы. Если будем влезать неумеренно, то это будет просто означать, что заимствования будут очень дорогие. Под очень высокий процент придется брать деньги. И это приведет к развалу бюджета гораздо быстрее, чем при разумных заимствованиях. Ну вот, а третья альтернатива, третий вариант, просто печатать деньги. Если просто печатать деньги вместо того, чтобы замораживать расходы, то это означает, по сути, то же самое. Все равно реальные наши доходы от бюджета будут сокращаться. Но просто при высокой инфляции, которая вызывается печатанием денег, будет более несправедливое распределение. А вот если просто заморозить расходы, ну вот получал учитель такую-то зарплату, она в реальном выражении будет в следующем году на 6% меньше. Еще через год еще на 6% меньше. А если начать активно печатать деньги, это означает что? Что те люди, которые быстрее ориентируются в условиях инфляции, знают, как спасти свои деньги, они либо меньше потеряют, либо вообще ничего не потеряют. А вот простой человек, который вообще не следит за инфляцией, не знает, как спасать свои деньги, он будет терять не по 6-7% в год, а по 15-20%, если не по 100%. В начале 90-х мы теряли огромные деньги на инфляцию. То есть, с точки зрения здравого смысла, вот это вот замораживание расходов, номинальных расходов, это еще наименьший из зол, который возможен. Еще раз подчеркиваю, это, конечно, плохо, но, в общем, правительство уже довело до такой ситуации и дела, что приходится вот констатировать необходимость подобных мер. Это как-то на нас с вами отразится? Ну, каждый, кто получает деньги из бюджета, так или иначе это почувствует, естественно, потому что это замораживание бюджетных расходов. То есть, можно говорить, что если... Те, кто нас слушает сейчас, бюджетники, пенсионеры, конечно, на них это отразится. То есть, это не будут расти пенсии, не будут расти зарплаты бюджетникам, но, скорее всего. Да. Ну, если быть точным, там так сказано, что общий размер бюджетных расходов предполагается заморозить, но перераспределение между статьями возможно. То есть, теоретически, конечно, вот как я хотел бы сделать, чтобы это сделано, надо сократить военные расходы и стараться хоть как-то поддерживать социальные. Но в это с трудом верится. Да, в это не верится. Тот курс, который взяли Медведев и Путин за последние годы, как раз противоположный. Стараться сохранить, насколько можно, военные расходы и урезать социальные расходы на экономику, на регионы и так далее. Поэтому, может быть, это коснется бюджетников, пенсионеров в еще большей степени, чем это следует из формальных цифр бюджета и инфляции. Ну, раз мы заговорили про военные расходы, у нас тут под боком будет проходить саммит НАТО. Вот он начнет свою работу завтра и до конца воскресенья. Он будет длиться. Например, генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, сказал, что этот саммит будет переломным. В общем, основная речь пойдет о защите Прибалтики и стран ближайших соседей с Россией, то есть Литва, Латвия, Польша, Эстония. Как раз-таки вот этих стран собираются там размещать большие военные контингенты. Можно уже, конечно, ждать, что Россия будет, скорее всего, принимать какие-то ответные меры. И об этом уже говорят. Это что, какая-то очередная эскалация, ну, не конфликта, но вот подогрев вот этих вот напряженных отношений? Зачем вообще это нужно НАТО? Страны, которые граничат с Россией, просят, они входят в НАТО и просят НАТО о поддержке. После истории с Крымом и Донбассом я не удивляюсь подобным просьбам. Сам я не считаю, что Россия вторгнется куда-нибудь в Эстонию или в Латвию. Думаю, что это был бы слишком уж безумный шаг. Хотя, собственно говоря, мало кто из нас ожидал и истории с Крымом, и с Донбассом. Но, тем не менее, я и сейчас не считаю, что Россия будет вторгаться. Но вот если сейчас бы с нами в студии сидел эстонский политик, у меня нет нормальных аргументов, кроме пропаганды и безумного крика, которые используют наши некоторые пропагандисты. Вот у меня нет разумных аргументов, чтобы объяснить эстонскому политику, что Россия не будет вторгаться в их страну. Но после всего, что происходит, нормальных аргументов я-то и думать не могу. Хотя думаю над этим... Но Россия не хочет войны со всем миром. Первое, что приходит в голову. Почему Россия не будет... Тогда не надо было и с Крымом и с Крымом. Но Крым все-таки и Украина к НАТО не относилась, да, и не относится. А тут все-таки это страна НАТО, и, соответственно, автоматически объявление войны одной стране НАТО вообще должно как бы... Ну, последует цепная реакция, да, и все страны НАТО должны отреагировать, должна начаться война. И правильно, вот на это вам эстонская политика ответит. Именно поэтому, вот чтобы именно так и удержать Россию, вот теми методами, о которых вы, Россия, не говорите, мы просим, чтобы на территории Эстонии были размещены войска НАТО и как можно больше. Потому что если на территории Эстонии войск НАТО не будет, то Россия может вторгнуться. И потом скажет, ну, давайте мириться. Ну, что мы сейчас будем мировую войну из-за этого устраивать? Ни один солдат не погиб, ничего не произошло. Давайте вести переговоры. А если по границе будут стоять какие-нибудь натовские солдаты, то это сразу приведет к конфликту и, заметите, уже не удастся. Так что, естественно, вам любой эстонский, латвийский или польский политик скажет, что, конечно, присутствие войск будет реально сдерживать Россию от того сценария, который... Дмитрий, у нас сейчас перерыв на новости. Мы вернемся через несколько минут. Напомню, это Дмитрий Травин у нас в гостях. Особое мнение. Продолжаем особое мнение. У нас в студии Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вот мне коллеги принесли бумагу с информацией, в Петербурге пропал дипломат из КНДР. Он уехал из посольства 1 июля на служебном автомобиле и с тех пор не выходил на связь. Вот сразу же появилось предположение, что он просто сбежал. Как вы думаете, он мог сбежать из России? Вот северокорейский дипломат. Ну, я плохо разбираюсь в поисках сбежавших дипломатов, но думаю, что... Ну, надо искать политическую какую-то... Я думаю, что дипломаты это те люди, которые в первую очередь готовы сбежать из Северной Кореи. Потому что, в отличие от остального северокорейского народа, лишенного информации, эти люди знают реальное соотношение уровней жизни в Северной Корее и за границей. Поэтому, конечно, они бы с удовольствием сбежали, если есть такая возможность. То есть, скорее всего, они из Петербурга сбежали в Петербург, да? Ну, так, избавиться от... Не берусь в Петербург. Ладно, хорошо. Кстати, на самом деле, тоже тут любопытные новости. Приходят США, ввели персональные санкции в отношении Ким Чен Ына и еще там некоторых чиновников северокорейских. Вот, может быть, вот здесь вот враги американцев на самом деле. Туда надо? Войска надо-то посылать, а не к границам России. Ну, здесь разные задачи. Северная Корея действительно враг Америки. Это бесспорно, это, собственно, никто не скрывает. Это одна из проблем для Америки. Особенно с тех пор, как у них появились ракеты, которыми можно действительно устроить весьма неприятную войну. Ну, собственно, с Северной Кореей ситуация давно более-менее понятна. А Россия какое-то время представлялась страной, которая может даже в НАТО вступить, быть союзником Запада. У нас масса общих интересов у наших народов. У наших правителей, конечно, разные интересы, а у народов общие. И в этой связи, конечно, поворот сейчас происходит очень серьезный. Какое-то время и наши соседи, те же прибалты, поляки, чехи, особо не опасались России. Но сейчас опасаются. И снова нарастает холодная война. Снова будут увеличиваться воинские контингенты на западных границах с Россией. Даже до Крыма ничего этого не было. А теперь, конечно, проблем будут нарастать. Но, наверное, на Западе они не могут не понимать, что любое увеличение этих воинских контингентов ведет к тому, что внутри России вот эта антизападная и антиамериканская истерия будет только разрастаться и разгораться. Да, я думаю, это все понимают. Но, видите ли, здесь ситуация такая, что, в общем, это многим группам интересов выгодно. Это выгодно Кремлю. Это выгодно нашему Кремлю, потому что это оправдывает рост военных расходов в ситуации, когда мы затягиваем пояса. Ну, тогда, опять-таки, выгодно Кремлю. Это запад дает выгоду нашему Кремлю. Потому что сплочение перед лицом общего врага, каковым теперь является для них Россия, способствует тому, что политические элиты будут там лучше выживать. То есть, общий принцип примерно такой же. Россия страшный враг, поэтому давайте сплотимся вокруг нашего президента, нашего правительства и так далее. То же самое, что и в России. Америка страшный враг, давайте сплотимся вокруг президента. Самое, что на Украине, механизм в целом одинаковый. Он может по-разному использоваться в разной ситуации. В демократических странах меньше, в авторитарных больше. Но общий механизм воздействия на мозги, конечно, похож. Кроме того, размещение войск НАТО – это дополнительные рабочие места в этих странах. Их же надо обслуживать, эти военные базы. Сами натовским генералам это тоже выгодно, потому что это повышает их престиж, увеличивает военные расходы. Ну, относительно увеличивает военные расходы США. Так что получается, что всем лоббирующим группам в разных странах это выгодно. Ну, вот поди удержать теперь эту конфронтацию. А может быть какая-нибудь и маленькая война с Россией тогда будет выгодной? Почему бы нет? Ну, в маленькую войну между Россией и НАТО я все-таки не верю. Еще раз подчеркиваю, я не смогу это теперь рационально объяснить эстонскому политику. Но, тем не менее, не верю, считаю, что это невозможно в реальности. А конфронтация возможна. То есть будут наращивать конфронтацию в максимальной степени для того, чтобы получать от этого личную и групповую выгоду. Но до войны не будут реально доводить. А до чего мы тогда можем дойти в этой конфронтации? Ну, кроме заявлений каких-то, что Америка плохая и так далее. Каких-то там СМИ, вот таких материалов проакционных и неоднозначных. Холодная война у нас была в советское время. Мы помним, что было. Вот в годы моего детства, это даже я практически этот ментальный климат еще не застал. В момент Каибского кризиса люди реально опасались мировой войны. Как у нас, так и у них. Но потом оказалось, что этого не будет. Мировой ядерной войны не будет. Мир устроен несколько по-другому. Конфронтация после Каибского кризиса нарастала 30 лет вплоть до Горбачевского и Дейтанта. Но войны реально не было. Вот что-то в этом роде будет и сейчас. Но с поправкой на то, что Россия намного беднее и не может столько денег использовать на вооружение. То есть мы реально не противник Соединенным Штатам. Что, кстати, и Путин недавно признал. Он сказал, что США единственная великая держава. Сверхдержава. Сверхдержава, да. Он сказал. Вот. Так что все это не секрет. Ну и во-вторых, в России более разветвленные группы интересов, чем в Советском Союзе. Больше внутренний конфликт относительно усиления конфронтации. В СССР все-таки, конечно, не было. В тоталитарном советском обществе не было возможности для серьезного внутреннего конфликта. Внутренний конфликт в элитах или какие у нас элиты против конфликта? Мне кажется, что у нас уже элита такая монотонная стала и полностью пропутинская. Нет, нет. Это кажется, когда мы получаем официальную информацию. Мы же не видим Байбу-Бульдогов под ковром. Для того, чтобы наращивать вооружение, надо брать больше денег с нефтяных и газовых компаний. Ну вот самое элементарное. Для того, чтобы усиливать конфронтацию, надо закрывать границы и рисковать тем, что в черные списки попадет еще больше людей, приближенных к Путину, которые на самом деле в эти черные списки попадать не хотят. То есть конфронтацию наращивают те, которым на черный список наплевать. Они не интегрированы в европейское общество. А реально в черный список попадают еще и те, которые хотели бы путешествовать по западным странам, иметь там виллы и имеют там виллы. Иметь там виллы. Иметь доступ к медицине. Да. Поэтому вокруг Путина сейчас происходит, конечно, очень острый конфликт. Но это конфликт за доступ к телу. Это не публичный конфликт. Никто из тех, кто хотел бы вернуться к докрымской ситуации, не скажет нам откровенно, что Путин ошибся. Они просто пытаются втихаря объяснить Путину, что давайте все-таки как-то корректировать нашу будущее. Дмитрий, у нас подошло к концу наше время. Спасибо вам большое. Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. До встречи через две недели. Всего доброго. Особое мнение. Продолжение следует...